Здравствуйте! Вы смотрите программу Крупным Планом. Я, ведущая Юлия Мнацаканова, знакомлю вас с известными и интересными людьми. Сегодня у нас в гостях актриса с интересной и непростой судьбой. В советское время роль Лизы Бричкиной принесла ей колоссальную популярность и стала визитной карточкой. Я спешу вам представить любимницу миллионов, актрису театра и кино, влиятельного политика Елену Дропека. Елена Григорьевна, здравствуйте! Здравствуйте! Все девочки мечтают стать актрисами, и вы также мечтали. Это нормально. Для кого-то эти грезы так и остаются неизбыточной мечтой. У вас удалось эту мечту превратить в профессию. Из каких внутренних качеств и внешних сложилась ваша судьба, история вашего успеха? Вы правы, я мечтала быть артисткой прямо с детства. Как меня поставили на стульчик стишок рассказывать в три года, наверное, еще меньше мне было. Так вот мне очень понравилось это. Причем понравилось, знаете, не то, что мне хлопают, а понравилось читать, рассказывать. Вот это совершенно другая позиция. Понимаете, многие мечтают о славе, об успехе, как о том, что им даст. А вот мне кажется, настоящий артист – это человек, вообще творец, творческий человек. Это человек, который думает, как ему отдать. И можно быть народной артисткой в Большом театре, а можно быть в художественной самодеятельности в сельском клубе. И счастья от этого не меньше, вы поверите. Я окончила Ленинградский театральный институт, и еще когда была студенткой, меня стали снимать в кино. И вот первой главной ролью был фильм «Зори здесь тихие», который, как вы правильно сказали, сделал нас знаменитыми. На кастинге, я так понимаю, было несколько девочек, правильно? Вы были не одна. Как думаете, почему все-таки выбор остановился на вас? Почему именно вы? Ну, этот вопрос, наверное, надо было задать режиссеру, постановщику. Потому что они ведь сделали, как это, пазл такой собирали, чтобы мы все походили, как бы вот подходили друг к другу по каким-то параметрам. Но по возрасту мы были очень молоды все. Практически для каждой из нас это была первая роль в кино. Поэтому та идея, которую задумали режиссер и оператор, чтобы это было похоже на хронику военную, чтобы не было ощущения, что это специально снятое кино. Поэтому фильм снят в монохроме. Многие думают, что он черно-белый. Нет, он цветной. Он просто однотонный. И эти тона все разные по ходу фильма. И они пытались собрать совершенно молодые, новые лица. Ну, думаю, что я вот там вписалась в эту вот палитру их, которую они подбирали. Ну и, не знаю, мне очень хотелось играть. Очень. Ведь тогда повесть Бориса Васильева «Азорь из-за стихии» была страшно популярна. Её читали, перечитывали, передавали из рук в руки. Она рассказала о войне с немножко другой стороны. Не было батальных сцен больших, понимаете. Это история человеческих переживаний, каких-то таких очень интимных даже. Потом это девочки, понимаете. Это совершенно особый взгляд на войну и мир. Вот такого в кинематографе у нас пока не было. И повесть эта очень нравилась всем. И многие даже тогда хотели поставить её на сцене. И вы знаете, что до нашего фильма появился спектакль «Театр на Таганке», который получил государственную премию Российской Федерации, на которую тоже ломились все посмотреть. Потому что была совершенно необыкновенная трактовка этой истории. И трактовка совершенно не похожая на то, что вы потом увидели в фильме. Совершенно разный взгляд. В театре это была история мясорубки, которая перемалывает маленьких девочек. Вот эта история жертв войны. А Ростоцкий, сам участник войны, герой войны, он рассказал историю, как простой человек становится героем войны. И какая разница между жертвой и героем. Оба умирают, но по-разному. Вот его история, Ростоцкого, это история рождения героя. Мне очень нравилась сама. Но когда я посмотрела картину, фильм, он мне не понравился. Когда он был смонтирован. У меня было ощущение, что я снималась в каком-то другом фильме. Более жестком, более жестоком, более правдивом. Потому что я выросла на развалинах Ленинграда. Здесь же каждый четвертый дом был разрушен. И мы играли в разрушенных казармах, играли остатками боеприпасов. Это была наша жизнь. Она была жесткая очень. А у Ростоцкого еще очень лирично все. Отступления такие, знаете, цветные, красивые. А потом Ростоцкий мне объяснил. Мы с ним долго как-то говорили. Он объяснил, почему. Он сказал, надо дать зрителю воздух для того, чтобы пережить. Вот если показывать страшную эту правду, 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 в какой-то момент наступает ступор чувств. Человек перестает сочувствовать. И вот Ростоцкий, как гениальный режиссер, он это понимал и снимал народное кино. Он давал людям возможность перечувствовать, прослезиться, посопереживать. Вот этим его картина и отличалась от многих других военных фильмов. Это очень важно. Это то, как раз о чем мы говорили, о чем ваш руководитель вас учил именно в театральной академии, ваш наставник. После этого у вас еще были не менее важные, интересные роли. И анализировали ли когда-нибудь, какая из них была психотипа по внутреннему миру вам ближе всего, оказалось? Ну, это был такой фильм, который вряд ли вы сейчас вспомните. «Полынь, трава горькая». Это картина знаменитого режиссера Алексея Салтыкова, которая снималась по пьесе. Вот история, как девушка ждет любимого с фронта, а он приезжает и привозит невесту. И оказывается, что его невеста была в немецком концлагере. Она странная, потому что у нее с психикой не все хорошо. И вот в деревне, представляете, все это происходит. Такая драма совершеннейшая, когда вот эта моя героиня понимает и принимает свою судьбу. И там есть сцена одна, ради которой композитор Пахмутова согласилась написать музыку к этому фильму. Эта сцена, как моя героиня встречает с поезда, с матерью его, безногого инвалида Васеньку, своего одноклассника. И везет его на себе по полю, на тележке, а потом останавливается и говорит, «Васенька, женись на мне». Васенька говорит, «Ты что, с ума сошла? Ты такая здоровая, красивая, а я инвалид». Она говорит, «А что же мне, пропадать? Пропадать, что ли?» Вот эта женская русская судьба. Женщина, которая вынесла войну, вынесла на себе беду, которая от инвалида Васеньки родит детей и вырастет этих детей, и будет продолжаться жизнь. Вот эта история русской женщины и ее тысячелетней судьбы. Поэтому мне очень нравилась эта картина, и мне жалко, что она как-то не очень прошла, не потому что она плохая, она попала на такой период перестройки, когда вот эти ценности стали разрушаться. Но фильм мне очень нравится. Ну вот да, история на самом деле очень трогательная, жизненная. Получается, что вот именно попав в тот момент, она не набрала такую популярность. Фильм, да, фильм побеждает вместе со зрителем. Во время войны показывали комедии, мускомедия работала, представляете? Скетчи, которые работали артисты. А вы знаете, я вам расскажу сейчас трогательную историю, которую мало кто знает. У нас на Невском проспекте есть кукольный театр. Кукольный театр кукол-марионеток. Демини. Да, Демини, имени Демини. Так вот, они во время войны сделали серию скетчей про фашистов и наших солдат, смешных. Пьеса была написана. И с этой пьесы они поехали на фронт. Фронт был здесь, на трамвае, близко, под Ленинградом. И погибла вся эта бригада. Все артисты погибли. А куклы, изорванные, грязные, вернулись обратно в театр. Бойцы, когда освободили, значит, отбили атаку, они их запаковали в ящики и привезли обратно в театр. И вот 70 лет эти куклы лежали, хранились в этом театре. И два года назад этот спектакль возобновили обратно. Это вот такая страшная и трогательная история о том, что когда совсем тебе плохо, надо, чтобы кто-то пришел, либо тебя рассмешил, либо рассказал тебе про маму, про, не знаю, там, сентиментальное, чтобы вот это не заскорозила душа человеческая. Для этого надо либо рассмеяться, либо расплакаться. Вот так мы в Афганистане ездили с такой бригадой. Ездили с бригадой артистов, и у всех были номера, значит, либо комедийные, либо такие сентиментальные. И как они вообще воспринимали это? Ну, это на самом деле очень важная миссия. Это не развлечение. Это лечение. Это лечение для потрясенной души, понимаете? Особенно, когда из первого боя вывозили мальчишек. Иногда вертолетами после неудачной, допустим, атаки на Подшерское ущелье мы выступали в таком зале, черные провалы глаз. Они ничего еще не ощущают, кроме того, что они спаслись. Они в шоке. И вот наша задача была их рассмешить, заставить их вспомнить про дом, про маму, возродить человеческие чувства. Насколько я знаю, что ваши родители не очень восприняли ваш выбор стать артисткой. Но тем не менее, вы добились успеха, и уже когда были популярны, никогда они не признавались вам, что действительно ваш выбор был правильный? Ну, отца моего уже не было. Он умер, когда мне исполнилось 16 лет. Мы жили вдвоем с мамой, жили очень трудно, бедно. Мама работала в книжном магазине, зарплата была маленькая, поэтому я когда училась, студенткой была, я еще подрабатывала. Вот. Но мама действительно не очень рада была, что я в артистки пошла, потому что, ну, про артистов такие сплетни ходят жуткие. А сейчас вообще посмотришь эти ток-шоу, так не жизнь, а кошмар какой-то. Я помню, какая-то тетка, соседка по даче, однажды подошла ко мне, наклонилась через забор и сказала, Лен, а что у вас там правда вот все вот так вот? Понимаете? То есть у них вот после просмотра телевизионных передач ощущение, что все артисты морально неустойчивые. Вот и моя мама тоже этого боялась, но пока не увидела наш театральный курс. Все приехали к нам встречать Новый год. Мы жили в Пушкине, под Ленинградом. Снег, мороз, мы все молоденькие, нас было человек 20 в нашу трехкомнатную квартиру набились. И Миша Маярский, молоденький, хорошенький. И Валя Кособудская, ныне заслуженная артистка, ведущая артистка театра музыкальной комедии, Валечка Кособудская там. И еще вот они все, мы были молоденькие тогда, и совершенно не испорченные, ничего вот этого у нас не было. Потом я страшно боялась кинематографа. И мама тоже меня стращала. Ты там смотри. Я приехала на съемочную площадку, в съемочную группу. И была вся вот такая вот. Они все не понимали, чего я там сразу, чуть что, сразу. Вот. Потом, значит, я поняла, что никто на меня нападать не собирается, никаких гадостных предложений мне никто не делает. А все, собственно, делом занимаются. И все люди-то хорошие. Вот. И я тоже успокоилась. Ну и мам тоже успокоилась. Вот. А потом я в театре работала немножко у Владимирова Игоря Петровича. Вот. Маму, по-моему, не пригласила на премьеру. Я вышла первый раз на сцену. Комедии, успех, святые аплодисменты. Мама стоит. Я говорю, мам, ну как? Мама говорит, я думала, хуже будет. Моя мама была из староверской семьи. Очень суровая женщина. От нее похвалы дождаться было невозможно. Но она очень гордилась, конечно, моей биографией, что вот я такая сякая и страшно знаменитая. И когда первый раз, я помню, я купила путевку в Гульрифшу, в дом творчества литераторов мне дали. Между съемками. И мама сшила себе новый халат, такой шелковый, и вот такую шляпу с полями. Она ехала отдыхать с дочерью-артисткой. Дочь-артистка сидела, значит, целыми днями на пляже и смотрела на море. Мне надо было отдохнуть. А мама говорила, боже мой, ну что же я только одно длинное платье взяла? В бар не в чем выйти, говорила моя мама. Мама наслаждалась тем, что у нее дочь-артистка. И все говорила, Лен, ну ты все время работаешь, ну когда ты жить-то будешь? Она не понимала, что моя жизнь – это моя работа. Понимаете? Да мама была у меня замечательная. Елена Григорьевна, и потом в какой-то момент, да, вот эта творческая вся часть жизни проходит, и вы вдруг решаете совершенно полярно сменить деятельность, да, и заняться политикой. Вот что вообще натолкнуло вас на этом? Потому что я знаю, что в студенческие годы вы уже начинали, да, проявлять интерес к политике. Это совершенно, во-первых, легенда о том, что я сменила. Я до сих пор снимаюсь. У меня вот в 2019 году вышел новый фильм. То есть я один фильм в год все равно снимаюсь какой-нибудь. Хоть эпизод. И у меня 60 фильмов было до этого. А случилось вот что. Поскольку у меня обостренное чувство справедливости, и мне больше всех надо, то я всю жизнь, значит, занималась чужими проблемами. Ну, я страшно знаменитая. Начальники меня любят. Поэтому если надо кому-то телефон установить, или там квартиру выбить, или в общежитие поселить наших артистов, или сделать ремонт в том общежитии, потому что там потолки валятся, посылали кого? Посылали меня. Или народную артистку Людмилу Чурсину, которая была еще знаменитее меня и могла вообще в ЦК партии ногой дверь открыть. Понимаете? И вот это то, что меня все время как бы просили сделать это, это в президиум сажали для украшения букета. Что вот у нас тут еще и артистка, смотрите, есть. Оно, значит, привело к тому, что когда началась беда настоящая, когда перестройка, нечего есть, нет денег, фильмов нигде не снимают, на Ленфильме снимали три фильма, и то это были услуги, которые мы оказывали иностранным компаниям. То есть работы нет. И началась вот такая настоящая беда. Мы создали гильдию актеров кино Советского Союза тогда. Я стала президентом в Петербурге гильдии и вице-президентом центральной гильдии вот этой Советского Союза. В общем, это такая вот политическая работа была. И из этой политической работы родилось то, что меня выдвинули в Государственную Думу. Говорят, ну раз ты так все хорошо понимаешь, иди и там, значит, рули. Нравственность в культуре и искусстве, она очень важна. Да, и мы говорили до программы о том, что сейчас ремейки даже каких-то фильмов, которые действительно показывали нравственное воспитание, созидание. Как относитесь, во-первых, к реформированию этих фильмов, к ремейкам современных? И вообще, важна ли нравственность сегодня? Нравственность – понятие движимое. Она для каждого времени своя, в общем. Есть основы, традиционные основы, допустим, русской традиции. Это православные основы, которые потом перекочевали в кодекс строительства коммунизма. Они были абсолютно идентичны заповедям библейским. Сегодня происходит такое дробление, что ли, или подмыв, размыв вот этих заповедей. И сегодня, значит, идет битва на поле нравственности между постмодернистскими течениями, когда все можно, и когда человек биологический начинает побеждать человека духовно. Идет битва между духовностью и телесностью в человеке. Все, что тебе хочется, все, значит, это естественное твое. И надо этому потрафлять. И есть другая теория, что человек – общественное существо. Человек должен быть, так сказать, стремиться к совершенству. И это наша задача – делать человека более совершенным. Вот эта битва, она никогда не заканчивалась. Она происходила на протяжении всего существования человечества. И вот сегодня она происходит внутри нашего общества. Потому что запрещена идеология нашей Конституции. Еще в 90-е годы, вот в те самые кошмарные, написали Конституцию, которая запретила иметь позицию по идеологии. Но и понятие общественной нравственности тоже не определено. Если мы с вами сейчас наденем цепи и скажем, вот нравственность должна быть такая, какая она была в 1904 году, то мы отменим все развитие, которое прошло с тех пор. Многие вещи сдвигаются. И хотим мы или не хотим, вот эти понятия тоже двигаются. Женщина в бикини когда-то вызывала ужас. Сегодня, даже если она по улице пойдет в таком виде, никто на самом деле даже не обернется. Только заинтересованные молодые люди. Вот нормы сдвинулись. Но есть вещи вечные. И я, например, считаю, что заповеди Господни прошли через все наши века и должны дальше, но в сегодняшней форме воплощаться. Это не потому, что я сильно верующая, а потому что я вижу, что люди к этому стремятся. То есть все мы грешим. Все мы грешны. Но вот граница, то есть понимание, что вот дальше это грех, понимаете, вот это сознание, что он есть, и вина за него, она должна оставаться, и люди должны понимать эту разницу между грехом и праведностью. И должны быть модели поведения. И вот эти модели поведения создают культура и искусство. Сейчас как раз мы затронули вопрос семьи. Вы трудоголик. Вы очень много времени проводите на съемках, на работе. Тем не менее, семья – это самое главное, что у нас есть. Как часто проводите время с дочерью, с внучкой? Чем занимается ваша дочь? В общем, я не очень много времени провожу с внучкой, как раз больше, чем с дочкой. Дочка самостоятельная, взрослая. У нее ответственная работа. Она очень трудоголик, еще больше, чем я. Да и жизнь сегодня такая, что она заставляет работать. Если ты не хочешь отстать, отстаться, надо грести. Поэтому дочка работает сегодня пиар-директором многих наших звезд в шоу-бизнесе, на оперной сцене, в балете. Она занимается промоушеном. То есть она не в актерской? Продвижением. Нет. Я ей порекомендовала не связываться с актерской профессией. Она очень зависимая. А дочка моя – генерал в юбке. Она еще круче, чем моя мама. Она генерал, понимаешь? Ей надо командовать, ей надо руководить, надо придумывать. Она очень креативная, талантливая девочка. Хорошие стихи, кстати, писала в молодости. Сейчас бросила. Поэтому я считаю, что она выбрала правильную профессию – журналистику. Когда ты публичный, и в то же время у тебя есть собственный голос. Ты говоришь и пишешь то, что ты считаешь нужным, а не то, что тебе твою ролью написали. Она журналистка. Она окончила журналистику. Она работала на радио, на телевидении. Сегодня она пиар-директор целого ряда знаменитых наших звёзд. А она мне родила внучечку. Муж у неё тоже журналист, тоже сумасшедший. Его никогда дома не бывает, потому что он в новостях работает. А внучечка, лапочка моя, тоже трудоголик. Это ходит в детский садик, в музыкальную школу, в художественную школу, на фигурное катание, на английский. В общем, девочке достается. Ну и с внучкой мы всё время ездим отдыхать. Как только у меня появляется 3-4 дня, я хватаю внучку, и мы с ней куда-нибудь летим. Карьера, семья – это всё с Божьей помощью, благодаря Богу. Вот какое место занимает вера в вашей жизни, и за что благодарите Бога? Ну, благодарю я Бога за своих родителей, которые дали мне, во-первых, образование, генетику и веру. Веру, прежде всего, в человека. Потому что они научили меня видеть в каждом человеке добро. И я, как потом уже профессор университета, изучая психологию, поняла, что это правильно. Мы обращаемся к человеку или обращаемся к миру, и он поворачивается к нам той стороной, которую мы зовём. Если я вас люблю, вы мне нравитесь, и я к вам обращаюсь, и вы это чувствуете, вы обратитесь ко мне доброй стороной. Поэтому надо ждать от жизни добра, и она обязательно тебе это принесёт. Но не надо ждать благодарности, что ты что-то сделал, а тебе за это будет. Вот этого ждать не надо, потому что многие обижаются на жизнь за то, что она вот меня отблагодарила. А я вот это сделала, а мне вот за это... Нет. Добро придёт тебе откуда-нибудь, откуда ты и не ожидаешь. Со мной много раз это было в жизни. Поэтому я благодарна судьбе и Богу, и людям, которые вокруг меня. очень много хорошего было в моей жизни. Ну и вы действительно помогаете, вы даже поддерживали, я знаю, благотворительные вот эти некоммерческие организации, которые также через вас имеют возможность помогать тем, кто действительно в этом нуждается. А участвуете в благотворительности как личность? Ну как участвую, конечно. Но раньше вот у меня была организация, это духовное наследие Родины, мы помогали, гильдия помогает, так сказать, своим членам и бедным артистам, которые умирают в безвестности. Ну и иногда просто деньги посылаю. У меня же округ избирательный, там живут мои избиратели, на приеме иногда так прям сердце рвется. Договорились, там одной женщине коляску купили, там какому-то старичку, сделали вид, что ему государство деньги дало, а он и не знает, что это деньги мои, и не надо. Ну это, так сказать, ну это дело совести каждого из нас, понимаете. Вот за это благодарность-то ждать не надо. Это должно быть личное, число сердца. Это личное, да. Ты вроде как сам вклад делаешь, да, в светлую сторону бытия. Это может быть материальный, а может быть нематериальный. Я все время говорю, люди, у вас есть возможность делать добро, даже не деньгами, зачем деньги. Идите и помогите соседке нянчить ребенка, соседу помогите вскопать огород. помогите добрым словом, помогите вещами, которые вам не нужны. Самое главное помогать и ничего взамен не ждать. благодарности, понимаете. Вот тогда эта цепочка опять вернется к тебе через совершенно неожиданные подарки судьбы, когда совершенно незнакомые люди, от которых ты ничего не ждал, приходят и говорят «на». Ну, а действительно так в процессе жизни и получается. Бывает, когда ты искренне открыт к миру, то и мир к тебе, и люди поворачиваются совершенно по-другому. Да и в заключении программы продолжите, пожалуйста, фразу «я счастлива, потому что...» Потому что я живу. В моем возрасте уже надо это ценить. Не все до этого возраста доживают. А мне повезло. Я счастлива, потому что именно так сложилась моя жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok